Подрэнчник крок по кроку, позиум А1, лекция 2. Честь, сконт естэщ? Привет, откуда ты? Новое слово, новые слова. Что слышать? Как дела? Все в порядке, все хорошо. Почему? Учить się polskiego, учить польский. Работать. Мой хлопок, мой парень. Моя дзевчина, моя девушка. Мое хобби, мое хобби. Хчечь, хотеть. Безоколичник. Инфинитив, то есть глагол в изначальной форме. Итак, у нас первая часть второго урока. Ченщчан. Чвеченье первое, упражнение первое. Сейчас мы послушаем два диалога. О себе будут рассказывать Анжела Браун и Том Петерсон. Я включу аудио. Вы послушайте, пожалуйста, и глазками следите, как пишется и как произносится. После того, как мы послушаем аудио, переведем эти диалоги. Итак, первая у нас Анжела Браун. Слушаем и следим глазками на экране. День добрый. Как се пани называ? Не розумием. Имия и назвиско? Аха! Єстем Анжела Браун. Скод пани ест? Препрашам. Не розумием. З Англии? З Франции? З Немец? Єстем з Англии. Где пани мешка в Кракове? Адрес? Так, так. Адрес в Кракове. Краков, улица Дуга 3. Так, в порядку. Пани Анжела Браун, з Англии. Интенсивный курс языка польського, то есть пани карта студента, segregатор и мапа. Денькуя Бардо. До видзеня. Прошу Бардо. До видзеня. Итак, мы послушали с вами диалог. Давайте переведем. День добрый. Добрый день. Як се пани называ? Как зовут пани? Не розумием. Я не понимаю. Имя и назвиско. Имя и фамилия. Ага, естем Анжела Браун. Ага, я Анжела Браун. Скон пани ест? Откуда пани ест? Если дословно, откуда пани? Прошу прощения, я не понимаю. З Англии, с Франции, с Германии. Я из Англии. Естем з Англии. Где пани мешка в Кракове? Где пани живет в Кракове? Адрес? Адрес? Так, так. Да, да. Адрес в Кракове. Адрес в Кракове. Краков, улица 2, 3. Краков, улица длинная, долгая, 3. Так, в пожонку. Угу, хорошо. Пани Анжела Браун с Англии. Интенсивный курс языка польского. Ага, значит, пани Анжела Браун из Англии. Интенсивный курс польского языка. То есть, пани карта студента, сегрегатор и мапа. Это, видимо, дает ей карту студенческую, какой-то билет, студенческую карту. Сегрегатор – это такая большая папка на кольцах и мапа карта. Спасибо большое, спасибо, до видения. Прошу, пожалуйста, до свидания. Послушаем второй диалог о себе будет рассказывать… Не о себе будет рассказывать, а будет диалог студента Тома Петерсона с секретарем. Также слушайте и следите глазками за текстом. День добрый. День добрый. Як ся пан называ? Называм ся Том Петерсон. Сканд пан ест? Пропрошу повторить. Сканд пан ест? Єстем с УСА. Где пан ешка в Кракове? Не розумеем. Адрес в Кракове. А, розумеем. Улица Урзендникса 10, мешкание номер 3. Так, Урзендникса 10 przez 3. През? Так, 10 przez 3, то значит дом номер 10, мешкание 3. Аха, дякую. Прошу. Удобнее. Давайте переведем и этот диалог. Чень добрый. Чень добрый. Як ся пан называ? Добрый день, добрый день. Как пана зовут? Называм ся Том Петерсон. Меня зовут Том Петерсон. Сканд пан ест? Откуда пан? Прошу повторить. Извините. Пожалуйста, повторите. Сканд пан ест? Откуда пан? Естем с Уэсса. По-польски не Юэссей произносится, Юэсса. Я из США. Где пан мешка в Кракове? Где пан живет в Кракове? Не розумеем. Не понимаю. Адрес в Кракове. А, розумеем. Понимаю. Улица Уженднича 10, мешкание номер 3. Улица Уженднича 10, квартира номер 3. Так, Уженднича 10 через 3. Так, Уженднича 10 через 3. 6 через? Так, 10 через 3, то значит дом номер 10, мешкание 3. Да, то есть 10 через 3, то значит дом номер 10, а квартира номер 3. Ага, джинкуя. Спасибо. Прошу. Пожалуйста. И сейчас мы с вами научимся спрашивать, как дела? И отвечать на этот вопрос. Как дела? Итак, мы уже знаем, что мы можем говорить на ты и на пан пани вежливо, как в русском языке на вы, но в польском языке, если мы говорим вы, значит перед нами несколько человек, а вежливое обращение к женщине пани, вежливое обращение к мужчине пани. Итак, мы можем спросить, если мы на ты. Что учебе? Что у тебя? Как дела? Как дела? Можем спросить. Что слыхать? Что у пана слыхать? Что у пани слыхать? Что нового? Что учебе? Что у тебя? И мы можем ответить. Спасибо, все хорошо. Спасибо, все хорошо. Спасибо, все прекрасно. Все отлично. Спасибо, все хорошо. Спасибо, все в порядке. Также мы можем просто коротко отвечать. Швед не добже в пожонтку. Отлично, хорошо, в порядке. Мы можем ответить ниц новего, ничего нового. Можем сказать по старому, по старому. И в ответ спросить. А учебе? А у тебя? А у пана? А у пани? Давайте почитаем диалоги и переведем. Заодно посмотрим, как в диалогах используются вопросы, ответы. Как дела? Хорошо ли? Все ли в порядке? Честь. Что слыхать? Привет. Как дела? Честь. Дженкуе. Вшистку добже. А ты? Привет. Спасибо. Все хорошо. А ты? Не а ты. Але а учебе. То есть учительница поправляет и говорит, что мы не говорим а ты. Мы спрашиваем а у тебя. Прошу повторить. Прошу повторить. Дженкуе. Вшистку добже. А учебе? Спасибо. Все хорошо. А у тебя? Дженкуе. Вшистку в пожонтку. Спасибо. Все хорошо. Второй диалог. Анжела и Уве. Проши террас диалог официальный. Анжела и Уве. Пожалуйста, сейчас проведите, говорите, прочитайте диалог официальный. Чень добрый. Цо у пани слыхач? Добрый день. Что у пани слышно? Как у пани дела? Чень добрый. Добрый день. Ченькуе. Вшистку шветни. А у пана? Спасибо. Все хорошо. У пана. Дженкуе в пожонтку. Спасибо. Порядки. И такой коротенький диалог номер три. Два друга. Честь. Цо учебе. Привет. Что у тебя? Честь. Ницного эго. Привет. Ничего нового. Сделаем упражнение номер один. Чвечение номер еден. Чвечение первое. Здесь у нас написан диалог в официальном стиле, когда мы на пан-пане, то есть в русском на вы, вежливо. Мы прочтем, сейчас переведем этот диалог, и нам нужно его переделать в неформальный диалог, когда мы на ты. Вначале читаем, переводим. День добрый. Цо у пана слыхач? Добрый день. Что у пана слышно? Как дела? День добрый. Добрый день. Денькуе в шестку добже. А у пани? Спасибо. Все хорошо. А у пани? Денькуе в пожонтку. Спасибо. В порядке. И теперь как будто мы на ты. Мы уже не скажем добрый день другу, мы скажем привет. Давайте скажем честь. И мы не скажем, цо у пана слыхачь, мы скажем, что у тебя слышно. Или просто. Цо у тебе слыхачь? Цо слыхачь? И ответим. Честь. Когда мы друзья, вряд ли мы скажем, благодарю за вопросы, у меня все в порядке. Мы просто говорим, все хорошо, а у тебя в пожонтку. Вот такой диалог у нас получился. Честь. Цо у тебя слыхачь? Честь. Вшиско добже, а учебе в пожонтку. И давайте повторим. Повторим все вопросы, ответы на тему как дела. Я буду читать вслух. Вы, пожалуйста, повторяйте также вслух. Как дела? Цо слыхачь? Цо у пани слыхачь? Цо у пана слыхачь? Цо новего? Когда мы с друзьями в близких отношениях с кем-то, то мы можем также спросить. Як щемаш? Цо учебе? Як лечи? И можем ответить. Денькуя. Вшистко шветне. Или просто можем сказать «вшистко шветне». Шветне. Спасибо, все отлично. Вшистко в пожонтку. Все в порядке. Или просто можем сказать «в пожонтку». Вшистко добрже. Все хорошо. Или просто можно сказать «добрже». Хорошо. Ниц новего. Ничего нового. По старему. Все по старому. Вшистко по старему. Нормальне. Нормально. Як щемаш? Нормальне. Желе. Плохо. Желе. И когда у нас совсем нет настроения, мы можем сказать «фатальне», «окропне». просто «конец света», «фатальне», «окропне». И в ответ, будем вежливыми, спросим «а учебе», «а у тебя», «а у пана», «а у пани». Так иありがとうございました. Франция дальше всегоbefore года, я вам писать всё еще что-то, а пока яaw КРИК setting и припадусь сейчас еще kroctorом. И вот эта песнь. Фант propre. Ш 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 ваш со ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш.